Всем привет! Сходили в Россельхозбанк и сегодня в этом ролике мы расскажем о том, как все прошло. О том, какие требуются документы, какие этапы мы прошли и что нам делать дальше, для того, чтобы получить свой заем на эту ипотеку. Пришли в Россельхозбанк. Сейчас будем заходить за ипотекой. Первым делом мы записались через оператора, позвонив в колл-центр на посещение банка. Но, к сожалению, как и во всех других предыдущих случаях, все оказалось бесполезно, потому что эта запись ничего не дает абсолютно. Когда мы пошли в банк, мы просто отсидели в очередь нашу, которая у нас была на 12 часов, ну и, в общем, сели к оператору. Что нам оператор, в общем, рассказал интересного? Ну, отсидели мы в банке где-то около часа, примерно, с небольшим. По документам мы с тобой взяли свидетельства наши о регистрации браки, свидетельства о ННН, снился, паспорт, справки с работы взяли. В принципе, я оставлю в конце ролика переход на предыдущий ролик, в котором я перечитал документы, что потребуется для того, чтобы обратиться в банк. Вот, поэтому, кому интересно переходить на предыдущий ролик и смотреть. С нас забирают документы, делают к себе какие-то там копии. Этот сотрудник банка от нас особо ничего не требовалось, требовалось только рассказать немножко об организации. Сколько там человек в организации, меня спросили, сколько я зарабатываю, справки о доходах попросили показать, сделали фотографии нас. Заполнили анкету, далее мы сделали, подписались во всех документах, которые нам дали на подпись. Обсудили вопрос по поводу суммы для кредитования. Мы сказали, что эта сумма будет составлять 2 миллиона 200 тысяч рублей. И, соответственно, что у нас там? По поводу, да, важный момент, страхование. Нам предложили страхование. Страхование жизни и страхование имущества. Или все вместе. В общем, страхование жизни. Страхование жизни 32 тысячи рублей, страхование имущества 23 тысячи рублей. Сумма для платежа ежегодная. Первый год обязательное страхование имущества точно. Жизни, как бы... Первый год страхования имущества 100% необходимо через их аккредитованную организацию. Первый год страхования имущества обязательно, а жизни не обязательно. И страхование происходит через аккредитованную банком организацию. На будущий год уже можно будет взять страховку имущества подешевле, потому что ту, которую она предлагает, она стоит, как я уже сказал, 23 тысячи рублей. Мы хотели ипотеку на 10 лет, переплата получается там 230 тысяч. Вообще у меня вся переплата по ипотеке получается 250 тысяч рублей, еще 230 тысяч рублей по страховке переплаты, это слишком жирно. Поэтому первый год как бы фиг с ним, а потом мы будем, наверное, брать обычную страховку от Альфа-банка за тысячу рублей, что ли, альфа-страхование, или как-то так называется. Ну, так просто интереснее. Жена у меня идет, стесняется, я иду на камеру, разговариваю, все смотрят на меня, да? На самом деле все равно, как бы, чего стесняться? Вернее, документы, которые необходимо собрать для того, чтобы подать заявку на кредит на дом. Я сейчас их сфотографирую и вот примерно выставлю. По поводу обещаний и сроков. Сроков мы никаких не пообещали. Нам сказали, после того, как мы все документы подписали, все оформили, что 10 дней будет происходить рассмотрение нашей заявки о финансовой состоятельности. После чего нам поступит звонок, и если финансовая состоятельность будет не подтверждена, то нам необходимо будет донести какие-то документы, либо внести со заемщиков. Если, соответственно, финансовая состоятельность будет подтверждена, то нам, грубо говоря, дадут добро на то, чтобы мы искали подходящий дом. Потом, после того, как мы предоставим подходящий дом, юристы будут рассматривать документы на дом. Рассмотрение документов может занимать также примерно 10 дней. В общей сумме пройдет около 20 дней с момента того, как мы подали документы. И дальше, как только юристы все проверят, все будет нормально. В этом есть некий плюс, не нужно платить всяким риэлторам за проверку документов и прочее. После того, как юристы все проверят, дожидаемся поступления денег от Минсельхозразвития транша. И, соответственно, все. Все, становимся владельцами своего дома. Вот такие вот простые этапы. Самая большая сложность – это найти дом, потому что до этого мы месяц его искали, а не нашли. И сейчас нужно, по идее, типа за 10 дней, как бы вообще, в идеале его найти. Не знаю, как это сделать, но как-то нужно. Так, по поводу Сбербанка, кстати, не сказал в предыдущем куске записанного ролика. Сбербанку уже дали транш от Минсельхозразвития. Дали его 3 августа. Израсходовали они его 5 августа уже весь. Ну, в смысле, 5 августа уже заявки на сельскую апотеку перестали принимать. Почему? Потому что весь объем средств, которые им дали, они израсходовали за 8 часов, по-моему, 1100 заявок было, что ли, вообще. В общем, какие планы дальше? Дождемся ответа, поищем в это время дом. Сумму мы поставили 2200, и, надеюсь, нам ее одобрят. После чего, соответственно, купим дом, будем жить, если все срастется. Вообще, есть несколько вариантов развития события, но о них я расскажу чуть позже. Пока что это все. Всем, кому понравился ролик, ставьте лайк. Не понравился, ставьте дизлайк. Всем пока.